Хе-хей! Здравствуйте, глубокого шайба, любители планерного спорта! Сегодня первый полет у Паулы. Она вам расскажет, зачем она это решила сделать. Давай! Я лечу за новыми впечатлениями и за приключениями. Возможно, за самыми яркими впечатлениями, которые у меня будут. Я очень хочу попробовать, так как это очень уникальные впечатления. И, скорее всего, я смогу рассказывать с многим людям. Как прекрасен планерный спорт! Хе-хей! Так, значит, самое главное. Я тебе сейчас покажу самое главное. О! На! Прячь карман. Да. Глупогважаемые любители планерного спорта, дело в том, что, когда летаешь на планере, мозг не понимает, где ты. Линия горизонта скачет, и в связи с этим у человека сколько там параметров? 32? 37! Да. Возг всегда связывает пространственное положение с перегрузками, со всеми делами. В общем, когда оказываешься в планере, мозг немножко начинает сходить с ума и укачивать даже их смену. Капитана яхты укачала как-то, которому в море все пофиг. Славика моего. Укачает, скажем так, в 70% случаях. Поэтому ты стараешься первое. Ну, во-первых, здесь волшебный пакет. Это абсолютно нормально, потому что поэтому стесняться ни в коем разе не нужно. А второе. Надо меньше втыкать в телефончик, смотреть по сторонам. То есть ты должна не приборы смотреть, а вот так, как красиво вокруг, там, там, красиво, тут, красиво. Ну, хочешь в камеру вводить, но главное не концентрируйся на близких предметах. Если мы делаем разворот куда-нибудь, то ты смотришь в сторону разворота. Собственно, все. Значит, инструктаж. Парашютик сейчас мы оденем. В случае, если нужно будет покинуть корабль, вот здесь есть красные ручки. Вот они, одна и вторая. Да, да. Их надо потянуть, дернуть на себя. Улетит фонарь, и можно будет из планера выпрыгнуть. Почему это нужно? Ну, вот мы можем летать, летать и стоить с кем-нибудь в небе. В большой сети какой-нибудь, или с другим планером. То есть это гипотетическая возможность. Дальше ты будешь в парашюте. В парашюте вот это кольцо. Нужно будет дернуть. Сейчас я одену, все покажу еще раз. И пристегнуты ты будешь вот этими ремнями. Ремни расстегиваются движением в любую сторону. Попробуй. Потяни сейчас. Просто поверни. Ага, все. Не важно в какую сторону, в любую. То есть нам нужно сбросить фонарь, отстегнуться, выпрыгнуть. Если только вот такой случай будет. И, так сказать, я тогда дам соответствующую команду. Паула, сколько ты весишь? Я вешу 50 метров. Точно? 50. 50. Но все равно это мало. Вот свинец, который позволяет нам загрузить планер. То есть если бы Паула меньше 45 метров весило, так, конечно, шансов бы полетать у него не было. Так как вес 50, и у меня много свинца, я могу загрузить нос. Ну вот смотрите, как это выглядит. Вот. Вот уже две свинцевые пластины, а мы их поставим 10 штук, чтобы компенсировать малый вес Паулы и получить нужную центровку в планере. На самом деле планер лучше всего летает, когда он хорошо загружен. Это тот вид спорта. Тот редкий вид спорта. Где худеть не надо? Друзья, это тот редкий вид спорта, когда худеть не нужно. Но правда есть ограничения в 120 килограмм. Поэтому если вы тут собираетесь бодренько поправляться, учтите, я, конечно, и 130 могу прокатить, но это уже будет не совсем по правилам, потому что придется заливать воду в хвост. У нас есть хвостовой бак на 6 литров с балластом, и вот мы можем залить водички, но это неправильно. У планера получается уже очень сильно передняя центровка, им неприятно управлять. В общем, ничего хорошего. Я установил балласт, и в данный момент центровка планера даже с пассажиром весом 45-50 килограмм будет в пределах нормы. Друзья, я хотел вам показать вот это вот место. Это загорелся планер. Вот это вот наше замечательное стекло. Ой, ты что? Да, сделала такую линзу, которая благополучно прям дым пошел. То есть вот одно место, а это на самом деле 4 года назад было получено, рано первое, а это второе. Так что вот так бывает. А еще вот такая же ситуация была, чуть не загорелась. Поэтому с фонарями надо быть крайне аккуратными. Если солнце яркое, то мы одеваем на них специальные чехлы. Представляешь, какой ужас. Страшно? Неожиданно. Это реально неожиданно. Вот вам, выживальщикам, вот вам еще один способ, как добывать огонь в природе. Как добывать огонь в природе? Нужно купить планер, да, потом снять с него вот этот вот фонарь. И добывать огонь. Это точно так. Построились все, построились, я сказал. Построились все. Отлично. Ну что, товарищи родители, расскажите, во-первых, дайте свое согласие официально. Официально даю согласие... Избавиться от ребенка. Посадить вот этого спиногрыза вот туда вот и проходить. Хорошо. Мама согласна? Да, мама согласна. Да, согласна. Отлично. Дрожащим сверху. А как вы вообще на это решились? Ну, это такой лайфтайм экспириенс, как говорят. Реально расширяет границы познания. И расширяет границы страха, скажем так. Вот, ребенок должен расти смелым. И иногда немножко надо подталкивать в этом направлении. То есть после полета, я думаю, что многие вещи, которые она считала очень серьезными, окажутся фигней. Мелочью. Потому что небо это главное. Кстати, друзья, мы открываем новый курс, избавляем от аэрофобии. Любого аэрофоба, который хочет избавиться от болезни, боезни самолетов, мы быстренько вообще введем. Человек поймет, насколько надежная авиация, насколько все просто, насколько отлично контролируется и так далее и так подобное. О! Хорошо, отлично. Друзья, моя жена управляет дроном первый раз в жизни. Вот это ее первый самостоятельный вылет. Потому что она должна меня снимать, как я летаю на планере. Мне кажется, у меня неплохо получается. Расскажи свои ощущения и впечатления. Офигеть. Ты только что? Я в другой реальности. В другой реальности? Ну ты открой, Гюльчатай, открой личико. Кто здесь? Ну скажи. Знаете, жена какая молодец, первый самостоятельный на дроне. Пока я там инструктаж проводил студентам, улетела. Так. Макса, мама летала, ты представляешь? Макс тоже летал, кстати, на планере. Если хотите, посмотрите ролик «Первый полет Максима». Как тебе, Макс, планер понравился? Очень? Еще полетишь? Ага. В общем, у нас одно небо вокруг. Собака, а ты полетать хочешь, скажи? Ну, смотри. Нет? Нет, собака не хочет полетать. Парашют одеваем подальше от планера, потому что часто очень бьют пряжками. Планер бедный наш. Хорошо, как ты себя чувствуешь, космонавткой? Да. Да? Оп. Так, нормально. А можно птенку с водой взять? Можно. Не нужно, сейчас возьмем птенку с водой сейчас. Почему хорошо? Больше к дяде был отрегулирован. Ну, вроде как неплохо. Потрогай кольцо. Как кольцо, знаешь, дергать? Не знаю. Смотри, нужно взяться вот этой рукой, а вот этой рукой толкать эту руку. А, я слышу. Вот так вот. Нет, не так, а вот так. И вот со всей силы. Хрясь! Только не сейчас, а вот туда ее. Чуть позже. Идея какая, что вот вытащите этот шнурочек, расчекуется парашюта. Ты можешь летать за парашют. Ногу нужно вот так просунуть. Вот так вот держаться лапами, опериться на это корыто и туда вторую ногу и вот так себе хрясь положить. Стараюсь. Давай, попробуй. А, подержи струк. Так, ну. Какой? Да, не наступать нельзя. Вот так, да. Второй ручкой теперь вот здесь берись. Хорошо, второй. Вот так, отлично. Плазать. Чуть помедленнее. Спокойно. А то ты уже разогналась. Пусти. Не волнуйся. Как это? Волков Airlines. Волков Airlines летают осторожно. Пока. Удумчиво. Нам же нужны положительные эмоции пассажиров. Да. А не нездоровый хайп. Сейчас будет противный звук. Мы выпускаем двигатель. Да. Сива. Смотри, сзади у вас выбежит. Поднялся. О, вау. Да, я вижу. Могу и собаку взять. Повесу. Повесу проканает. Пошли в лакуши. Вместо свинца. Да, вместо свинца. Собака. Полетишь? Полетишь, скажешь. Не, лучше полежу, посплю. Смирит собака. Проверяем. Все пристегнуто. Ну что, готово? Да. Отлично. Сейчас закрываю. Я закрываю. Да, закрывай фонарь. Все правильно. Да, молодец. Все, беленькие закрылись. Да. Правый, левый. Все в порядке. Ну что, я проверяю планер. Все с ним в порядке. Ага. И запускаю двигатель. От винта. Готово. Готово. Первый водитель. Готово. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, кричать или выретю рады. Все прекрасно, но очень страшно. Вау! Убираю мотор. Теперь надо не только мотор выпить, но он еще и убран. Теперь мы абсолютно чистый планер. Мы можем лететь на встрече с приключением. Готова лететь на встрече? Да, готова. Ну тогда полетели. Значит, план будет такой. Мы над этой горкой сейчас развернемся. Прислетаем на север. Влево-то смотри. И там далеко-далеко длинная гора такая. Она называется Шабр. Вот сейчас мы этот Шабр и полетим. Круто, слава. Да, я не хочу сейчас подбирать много высоты, потому что это время, и я боюсь, чтобы тебя не укачало. Поэтому просто вот буквально гидропород сейчас на хорошем восходящем потоке находимся. Вот. И дальше уже по прямой. То есть мы будем летать сейчас больше на энергии ветра, чем на энергии солнца. Хотя собственная энергия ветра рождается тоже от энергии солнца. Вот восходящий поток сильный. Да. Вот. Вот, это бы 5 метров в секунду поток. Ага, вау. Прям прет вверх со страшной силой. У меня выключили звуковой вариометр. Я его забыл включить. Если ты потом захочешь, я тебе могу включить, будет пищать вверх. Но я думаю, что тебе надо это лишнее. Не, это как-то лишнее. Ага. Я сейчас наберу высоту наверх до облака прям. Вау. Если хочешь, хочешь облака добраться? А, можно. Можно, да. Ну, теперь беремся. Было бы круто. Это не положено. Если это не сложно, то хорошо. Смотрите, друзья, стрелка вариометра лежит. Мощнейший поток мы понашли. И благополучно, бодренько. Немножечко, Павла, смотри в сторону поворота, хорошо? Чтоб не укачало тебя. 5 метров в секунду, высота уже 2 километра. И продолжаем набор. Как тебе, Паула, на высоте 2 километра? Очень интересно. Чуть-чуть плачет, но вообще не очень круто. Ну, в крайнем случае ты знаешь, что делать. И это нормально. Да, я думаю, что такие эмоции стоят пакетика. Да. Организм, друзья, привыкает где-то за 3 полета. Вот 2-3 полета. И после этого мозг понимает, что да, есть какая-то другая реальность, в которой живут люди-птицы. И с этой реальностью нужно считаться. Вот над нами облако, я думаю, что через одну минуту мы будем в районе этого облака. Сзади осталась гора, на которой мы набирали. Мы набрали 2200 метров. До облака немножко не добрали. Боюсь, что Павлу укачает, поэтому решили меньше в этом вот кипятке болтаться. Дело в том, что сильный ветер, порядка 70 километров в час. И наш дрон, диджи, отлично с этим ветром справился. То есть мы смогли, наверное, смогли снять взлет. Попробуем вам его показать, как дрончик снимает. Дрон просто бомба. Я от него в таком дичайшем восторге. Обязательно сделаю фильм про него. Павла, как бы там... Хорошо, еще хорошо. Еще хорошо. Мы летим по долине. С левой стороны под 90 градусов город Ларань. А в конце долины город Сестерон. Сейчас мы подлетим вот в горе Шабрана, называется. И развернемся над Шабрана и полетим домой. То есть у нас такой быстрый полет. Позвем всю дым. А? Ну, дело в том, что первый раз долго не летают обычно. Как раз вот эти вот 40 минут, которые у тебя получатся. Потому что, повторю, что нагрузка очень большая на вестибулярный аппарат. Есть шанс, что, ну, практически, говорю, 80% людей укачивает. Потому что ты уже так продержалась долго. Ты молодец. Это уже очень круто. Облака, под которыми мы заправляемся энергией. Вот с этой горы мы летаем по-моему на параплане. Да. Вау. Ну, я однажды вот с правой стороны, смотри, там видишь такое место лысое? Такой горбик на горе. Вот обрыв-обрыв, но над обрывом есть место с травкой. Вот как раз вот с того места я в обрыв прыгал на параплане. Потому что справа на поле приземлился планерист, и я хотел его спасти. Потому что он приземлился, у него взорвалось шасси. В общем, было так очень серьезно все. И вот мы его спасли. Ну, как спасли, мы прилетели. Казалось, что все у него хорошо. Он не выходил долго из планера, потому что ему просто было, ну, не то чтобы даже страшно, а как, отдышался. Смотри, сверху птичка летает, а на восходящем потоке находится. И если бы мы хотели продолжать наш полет, ну, я имею в виду, что долго куда-то, куда-то далеко летать, то мы бы, наверное, набрали здесь высоту до облака, полетели бы дальше. Но я думаю, что еще папа хочет полетать. Возможно, да, он очень хочет. Очень хочет. Так, поэтому я разворачиваюсь. У нас высоты достаточно, чтобы вернуться. Видишь, мы как хорошо набрали высоты, что нам ее хватает. И я теперь против ветра двигаюсь в сторону нашего аэродрома. Паула, как тебе шабар? Прекрасно, но полет просто вау. Не знаю, как это объяснить. Такие чувства. С одной стороны, очень хочется приземлиться. С другой стороны, не хочется, потому что очень красиво и интересно. Сейчас мы на скорости 200 км в час будем проходить у этого склона. Справа. Гора Сальвиния, это тот, где мы высоту убирали. Я сейчас разгонюсь до 240 км в час. Мы летим как хороший, очень бодрый самолет сейчас. Скорость сейчас 220. И поворачиваем в сторону нашей долины, смотри, налево. Вот эта гора слева называется аэродбор, мы на ней высоту набирали. Да. Ну что, пройдем на отмение повыше? Да. Делаем красивые кадры. Да. Да, да, да. Вот они. Они, надеюсь, видят. Надеюсь. Наверное, вон они видят. Какой-то, до посадки? Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Особенно в такой турбулентности, как сейчас Особенность полета, друзья, посмотрите, видите ветер какой сильный Вот колдун показывает, сейчас дует Ну здесь по 10 метров в секунду где-то порывчики такие А наверху, ну можно посмотреть, как облака несутся В общем, дует сильно Возможно, буду летать, когда вырасту Да? Ну-ка, скажи это еще раз Возможно, буду летать, когда вырасту Наверное Доча, иди сюда Еще полетаем Верну целости и сохранности Собака, полетишь? Собака Ну как? Ну вот Целая, невредимая И пакетик, пакетик не понадобился Не понадобился? Огонь, огонь у вас, доча Так что, товарищи родители, зачет Я понюхал, вроде бы не испортилась дочь Да? Ну что, был маленький принц А сейчас вот и в Сент-Экзепери Маленькая принцесса Маленькая принцесса А планер зовут принцесса Что, дочь? Записываем тебя на курсы? Да, буду летать Гляда, Игорь, и в Сент-Экзепери Свинец есть Папа полетит? Сейчас прям Можно? В чем проблема? Волна стоит Можно? Если ты не сблюешь, мы сейчас на 5800 заберемся Хочу Оденешь какие-нибудь трусы теплые и так далее Хочу Давай, пошли Давай, давай Ну погода действительно хорошая Ку-ку Ну как вы? Отлично Макс, ты снимаешь, у тебя тоже камера? Да? Вот ты как папа Блогером будешь? Семья блогеров Вот я лечу в свободном полете Что-то не бойся Охренеть, бля Как это круто Мать ваша Это круто Смотри-то там, посмотри-то Сям Сейчас мы летим боком Мы даже так умеем боком летать Так, посмотрим вперед по курсу Закрыл это все переставлю Вот интересно, какой рукой я переставляю закрылок Угадайте, глубокважаемые любители планерного спорта Если одной рукой я держусь за ручку А другой за телефон Я вам расскажу Ручку я зажимаю вот так ногами Видите? И планер при этом вот летит Вот Алдос пилотировать не умеет Так был бы ученик Я бы попросил бы его И планер с зажатой ручкой прекрасно пилотируется Мы выпускаем тормоза воздушные Снижаемся Чтобы сбросить высоту А то так до вечера не соединится Первый момент Дерим так дал Есть, глянь, нефть, но Плохо видно, конечно, тормоза Из-за того, что их снимутся Но он сейчас будет нормально Плачешь, отчего? Почему ты плачешь? Ну что? Что тебе было труднее всего? Наверное, удерживать Наши такие негативные Да Было такое однажды А мне тяжелее всего было Вот так вот все время Носки подтягивать Чтобы не операции подпитали Ааа Ну что, я бы тебе надо было отодвинуть их Просто Сказал бы сразу Довольны? Семейка, довольны? Семейка потеряла невинность планерную Сегодня Наш эскорт сопровождения Две машины сопровождения Скорая помощь психологическая Как это? Лечим всех от этого Как его зовут? От боязни воздуха Да, да, да И укрепляем желудок Укрепляем желудок Или помогаем похудеть Лучший способ похудеть Полетать на планере Снуки завяжены Снуки завяжены